Десятое. Ежедневно функциональность органов дыхания поддерживают правильным дыханием и нормальной работой кишечником. И легкие, и толстый кишечник, они связаны у нас. Причем связаны легкие, толстый кишечник и кожа. Вроде как они из одного зародышевого лепестка даже образуются. Я могу ошибаться. Регулярным увлажнением воздуха, смесью воды и перекись водорода улучшает микроклимат помещения и производство энергии в организме. Пожалуйста, можете делать. Насчет увлажнений я согласен. Так, вибрирующим пением активизируют синтез кретинфосфата мышечными структурами дыхательной системы. Помните, про пение я вам рассказывал. Про пение, издавание звука, вот эти все эти вибрации. Помимо синтеза кретинфосфата, они также способствуют продвижению слизи и ликвидируют застойные явления. Вибрация, микровибрация, которая у нас возникает от пения, от пения. Разные, разные звуки. Плюс, естественно, когда такое пение, это еще и эмоциональное наше состояние. Своевременная ингаляция эфирными маслами из эвкалипта, ромашки, мяты и тополя в дыхательных путях уничтожает болезнетворную инфекцию. Прекрасная рекомендация, о которой я вам рассказывал. Еще более замечательного результата можно достичь, если выполнять чередуя в комплексе всем известной процедурой солонинового дыхания над позеленевшими, неочищенными клубнями свежесваренного картофеля. Здесь, я так понимаю, когда начинает картофель прорастать, то в нем, когда вообще картофель долго хранится, начинает там прорастать, действительно это позеленел, в нем вырабатывается солонин. И вот этот солонин, он вообще ядовитое вещество, само по себе, насколько я знаю. Значит, если делать вот эту ингаляцию, то мы тем самым будем вот этими парами, содержащими вот эту ерунду солонин, убивать разного рода болезнетворную микрофлору в наших легких. Так, всевозможные грибки, часто поражающие современного человека, любят сахар и смертельно боятся щелочной среды. Сахара просто меньше, меньше сахара. Поэтому при першении горла и даже при кашлении следует спешить с приемом антибиотиков. Сначала помогите иммунной системе справиться с возможной грибковой инфекцией. Самым простым средством является обычная пищевая сода. Ее крутым водным раствором легко справляются с грибковой инфекцией дыхательных путей, слизистых слоев женских органов и кожи. Промывая на свою полость водным раствором поваренной соли и сульфатом магния, решаются проблемы ее заложенности. Здесь важно понимать, что все мы промываем, все мы делаем, все мы следим и так далее. Но, если мы с вами не изменили образа жизни, своего питания, привычек и так далее, то мы постоянно все создаем такие условия в своем организме, в котором бы размножались все эти грибки и прочая инфекция. А потом мы ее удаляем. Вот лучше бы сначала не создавать условий, дабы, чтобы потом не дышать табаком и так далее. Одиннадцатое. Ежедневно функциональность опорно-двигательной системы, особенно позвоночника и микровибрационный фон организма поддерживается индивидуальным комплексом физических нагрузок с 7000 шагом в комфортном режиме и часового плавания, верховой ездой на лошади и велопрогулками, а также в регулярном потреблении высококачественного коллагенного коктейля из свежего апельсинного сока и геля, сваренного из обжаренной свиной кожи или толстых жил других животных. Из всего вот этого, что я замечу и скажу. Для поддержания опорно-двигательной системы я делаю часовую прогулку. Все. А дальше уже там коллагеновый коктейль можете делать самостоятельно. 12. Ежедневная функциональность нервной системы следует поддерживать ночным вдыханием из-за валерианного эфира, аптечной настойки валерианы, приемной настойки синюхи-голубой, просасывание перед сном чайной ложки меда, стаканом простокваши, не забывая в течение дня пить фитя-чаи из кипрея, мелисы лекарственных и листьев ежевики. И аптечной валерьянки. То есть для того, чтобы успокоиться, расслабиться, используем валерьянку, используем, значит, синюху. И, значит, чайной ложки меда сладкая, способствует тому, что мы с вами расслабляемся. И теплая, то есть теплый чай с медиком только немножко раз, вы расслабитесь, успокоитесь и лучше заснете. Такие травы, которые, как бы сказать, нейтральны, их энергетика как раз для нашего организма. Она их не возбуждает и сильно не гасит. 13. Ежедневная функциональность головного мозга следует поддерживать долгосрочной, эмоционально положительной, интересной работой, тонизирующим массажем шеи и головы, фито-чаями из соцветия клевера и птичьего горца, 14. Гарантированным обеспечением нервных клеток кислородом, абсциссовой кислотой, глюкозой, глицином и креатинфосфатом. Сразу давайте разберем. Эмоционально положительной, интересной работой. Очень важно, конечно, чтобы ваша, вообще ваша жизнь, чтобы была интересной. Я вот так вот думал, а чем вообще ценится жизнь? Жизнь, и я ответил на этот вопрос сам себе, жизнь ценится положительными впечатлениями, которые мы получаем в течение жизни. То есть положительные впечатления, они могут быть, ну, самые простые, допустим, от вкусной еды, от интересного общения, от просмотра какой-то там передачи такой, знаете, вот, эмоциональной, захватывающей, что-то вам такое нового отдающее, вот, возвышающей, вот, допустим, таких, как бы сказать, духовно полезных бесед. Вот у нас, в принципе, идет духовно полезная беседа, душеполезная беседа, вот правильно так сказать, душеполезная беседа, в результате которой вы получаете какие-то знания, вы получаете, ну, положительные впечатления, то есть никакой тут раздражающей информации нету, более-менее, как говорят, у меня спокойный голос, и вот это вот все способствует уравновешенности. И плюс, ну, и интересная беседа, которая помогает вам понять, как свое здоровье поддерживать вот в течение каждого дня. Николай Иванович как раз нам советует. И это уже является вот таким фактором, который, как бы, способствует тому, что вы приподнимаетесь. И, знаете, я рассказал такую вещь. Вот, что такое эмоции? Эмоции – это энергетика. В переводе означает слово эмоция – волновать. То есть, что нас волнует? У нас есть наша, собственно, энергетика. Так вот, эта энергетика, знаете, допустим, нормально для работы, как бы сказать, вот, 100%. Как лампочка светит, вот, 100% она, значит, наш организм работает. Как только мы увеличиваем эмоциональную составляющую, то есть, нам интереснее жить, весело жить, что-то там такое у нас получается, что-то нас захватывает. Или вообще-то мы как-то сами так раз, там, сами себе поднимаем эмоциональный, как бы сказать, уровень, то энергетика возрастает с нормального уровня, ну, в процентах. Процентов на 5, может на 50, может на 100 возрастать. Вот это вообще радость у нас переполняет. Вот, и благодаря вот этому энергетика возрастает. Она начинает, говорит, лучше справляться с разного рода, там, болезнями или еще с чем-то. Это важно понимать. А как только мы, наоборот, впадаем, там, в депрессняк нам... А что такое депрессия? Депрессия – подавление. Депрессия, то есть, вас прессует, подавляет. Что вас прессует, подавляет? У вас прессует, подавляет какие-то эмоции, какое-то настроение, какая-то информация. И в итоге, что эта информация делает? Эта информация делает так, что вам становится неинтересно жить. Вы не видите в ней никакого интереса. Вот для того, чтобы мне было интересно жить, смотрите, я там переключаюсь на съемку видеокамер. На работу с компьютером. Видите, тут у меня этих и компьютеров, и вот только стоит раз, два, три. Три компьютера. Значит, ну, видеокамеры, там, это, чтобы мне интересно было и приятно работать. На таком экране мне приятно, значит, работать. Приятно снимать. Я себя вижу в монитор здесь. Я себя вижу в маленький монитор здесь. Можно такой же монитор большой, значит, сюда сделать. Вот, чтобы мне это было приятно. У меня стоит, вы говорите, а что это за музыка стоит? Что там ты играешь? Нет, я особо не играю. Ну, в любой момент, когда мне захочется, я этим делом что-то там занимаю. То есть, я все собирался научиться, научиться. Но толком долгосрочной, эмоционально положительной, интересной работой. Вы должны здесь сами себя увлечь чем-то. Что вам близко, что вам получается у вас. И вот эти вот. Либо же, ну, либо, либо же, одновременно, смотрите, с тонизированием шеи, головы. Это уже просто-напросто мы тут улучшаем микроциркуляцию. Но без вот этого эмоционально положительной, интересной работы или состояния у вас толком не будет получаться. Вообще, это рекомендация, это искусство жить интересной, насыщенной жизнью. И вот эта вот насыщенность и интерес, это в силах сделать только вам. Мы все индивидуальны. Кому-то нравится рисовать. Кстати, где-то карандашик потерял. А, вот. То есть, в случае чего я могу тут вот что-то там рисовать. Сочинять музыку там. Писать книги. Ну, короче, важно создать вот это желание, вот этот настрой. И вперед. Это искусство, повторю, это искусство прожить интересной, насыщенной жизнью. Большое искусство. Так, фиточаи и соцветий клевера птичьего горца. Значит, смотрите, вот, я насколько понимаю, клевер и птичий горец, вот это такие травы, которые делают воду мягкой, умягчают. И благодаря этому, когда мы пьем такие вот чаи, значит, в нас в организм добавляется вода, которая способствует растворению всего, которая способствует лучшей текучести, важно понимать, лучшей текучести в организме той же крови. А раз это у нас все начинает работать, снабжаться кровью, и тогда у нас функциональность головного мозга, естественно, на чисто физиологическом уровне обеспечивается. Дальше, значит, кислородом, кислород это, вышли и погуляли глюкозой, правильно питаетесь, глицином, калитинфосфатом, это уже, то есть это уже зависит от вашего правильного питания. 14. Ежедневно энергетические потоки организма нормализуют 5-минутным массажем пальцевых подушек, ног и подколенных точек. Волголетие, не забывая следить за кислотно-щелочным равновесием организма, процессы старения характеризуются закислением тканей, поэтому чаще заменяйте сахар финиками, курагой, изюмом и инжиром. Периодически выпивайте растворенную в молоке пищевую соду, пейте соки по утрам, столовые свеклы, днем моркови, вечером капусты. Ну что, на ногах у нас расположены все эти, как бы сказать, энергетические переключатели, там одни каналы переключаются на другие каналы. Естественно, здесь у нас в результате тесной обуви, сидячего образа жизни и охлаждения стоп, вот самое плохо это охлаждение стоп, возникают разного рода робки. Вот она возникла и все. И у нас уже начинает на энергетическом уровне нарушение, которое со временем приводит к тому, что начинается уже и на уровне физиологии, разные нарушения, отклонения, приводящие к слабости организма. Что касается кислотно-щелочного равновесия организма, мы уже об этом с вами говорили, это пополнение буферных систем, чтобы они вовремя способствовали нормализации внутренней среды. То есть она у нас нормально, поддерживается постоянно. В случае каких-то отклонений, значит, вот эти буферные системы только раз, значит, тратят свои резервы на то, чтобы ее поддерживать. Если они у нас ослабевают буферные системы, то, естественно, начинается вот это вот восполнение, насколько я понимаю, может это и неправильно, восполнение вот этих вот резервов для поддержания стабильного состояния внутренней среды. Уже там, допустим, из костной ткани, то есть из самого организма, а это уже ведет к разрушению, истощению, разрушению, ослаблению. Вот для того, чтобы не было, значит, вот это все применяется. Ну и смотрите, дело в том, что вот, как бы сказать, по незнанию, в свое время мы сделали там из продуктов сахар. Сами знаете, сахар можно сделать из свеклы, из фиников, даже из кураги, из изюма и инжира. Все можно сделать из этих всех сладких продуктов. Выделить сахар. Но оказывается, вот выделенный сахар, попадая в наш организм, для своей нормальной работы, даже, допустим, это естественный сахар будет, но он очищенный. Он требует разного рода микроэлементы, чтобы к нему были добавлены, чтобы добавлены какие-то там волокна, чтобы добавлены какие-то там, допустим, белки, чтобы добавлено еще что-то, еще что-то. И вот это все, когда начинает добавляться к сахару, который мы принимаем, у нас это все добавляется из ткани нашего организма. То есть, вроде бы, балуя себя сладким чайком, мы тем самым наносим вред организму. За счет того, что, чтобы он усвоился, надо ему вот эти все составляющие дать. А когда мы с вами, и к тому же сахар, он сушит, организм сушит, вот банально сушит. Когда мы заменяем финиками, курагой, инзюмом там и жиром, то тем самым мы сразу вот этот сахар даем в комплексе со всем тем, что должно идти к нему. А то это все равно, что, знаете, дать ружье без патронов. То есть, все должно быть в комплекте. Так, пейте соки по утрам, значит, столовая свекла, днем морковь, вечером капусты. Вот смотрите, из своего опыта скажу, сколько вы можете утром сок столовой свеклы выпить? Вот если я выдавливаю свежий сок и сразу без всякого там отстоя, я его могу выпить, например, на грамм 50. И то это будет, так сказать, может дать очень мощную такую реакцию в организме. То есть, это где-то столовая ложка, две столовые ложки, я думаю, максимум. Обычному человеку, потому что там, ну, очень сильный сок. Возможно, его отстоять, возможно, его разбавить в два раза в воду и тогда такое. Морковный сок днем будет идти нормально. Отлично, литр выпить и... как ни в чем не бывало. Вечером капусты. Капустный сок, он неприятный на вкус. И для того, чтобы его сделать приятным, туда надо добавить, будем говорить, и сколько его выпить. Ну, выпить, это, наверное, грамм 100, 150, ну, максимум стакан, 200. Добавить меда. Тогда нормально будет. В столовую свеклу, в столовую ложку добавить стакан яблочного свежевыжатого сока, получится вот такая вкусная смесь. Вот я рекомендую. Морковь можно саму по себе, хорошую морковь пить. А вечером можно, опять-таки, капусту смешать, наверное, пополам с яблочным соком. Можно смешать с морковным соком. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов ПРО. Доброго здоровьица и до новых встреч! Вы знаете, что я автор многочисленных книг по естественному оздоровлению организма. Если вас какие-то книги заинтересуют и вы хотите их приобрести, пожалуйста, обращайтесь ко мне на мою электронную почту. Цены вас приятно удивят. Плюс моя бесплатная библиотека всегда открыта для вас.